Еврейский народ Когда они объединились в единстве и стали строить Божий храм, первый храм всемогущему Богу, тому Богу, которому сегодня поклоняешься ты и я. И знаете, Священное Писание говорит нам, что когда они соединились в этом строительстве первого храма, они приносили все свое имение, все свои богатства, все свои накопления, сбережения, все то, что у них было в домах. Они приносили все. И священники, в Священном Писании есть такая фраза, что сказали уже довольно, не нужно больше приносить. Уже довольно этих денег, этого золота, этих бриллиантов, которые мы собрали для того, чтобы построить дом Божий. Мы сегодня также с вами, как церковь, соединились в молитве и в приношениях своих для того, чтобы строить Божий храм. Аминь. И знаете, почтение Бога, возвращаясь к переводу, быть благочестивым и довольным, благочестие с греческого, почитание Богу. Почтение Бога, так же, как и почитание Отца и Матери в еврейской традиции и в сути этой заповеди, выражается именно в материальном приношении в Его дом и материальной заботе о своей маме и о своем папе. Есть заповедь такая с обетованием, почитай Отца и Мать, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. И о почтении говорится как о материальном вспоможении для своих родителей. И то же самое и здесь, когда ты почитаешь своего Бога, в еврейской традиции почтение Господа означает материальное приношение в Его дом, в участие Его действия на этой земле. Наверное, именно поэтому сегодня еврей-дворник – это юмор. Мы не находим таковых. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в этот мир явно, что ничего не можем и вынести из него. И хочу, чтобы каждый из вас сегодня задался таким вопросом, насколько сегодня я почитаю своего Господа. Я могу ответить заранее каждому из вас именно настолько, насколько вы сегодня приносите в Его дом свои финансы. И насколько сегодня вы щедры по отношению к Его детям, в скобочках, людям, которые тебя окружают сегодня на этой земле. Именно в этом выражается твое почтение к Господу Всемогущему. Приобрел ли ты сегодня это великое, как апостол Павел пишет, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Приобрел ли ты сегодня это великое, или на сегодняшний день твой разум находится в поражении, как он пишет о тех людях, люди поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких, удаляйся от таких верующих людей, говорит апостол Павел, который думает, что вот именно для этого есть Бог. Давайте сейчас встанем с вами. Сам себе ответь на этот вопрос сегодня. Насколько ты сегодня почитаешь своего Господа? Насколько ты сегодня почитаешь своего Спасителя Иисуса Христа? Того, кто отдал свою жизнь ради тебя на Голгофском кресте? И есть ли сегодня это почтение не в словах только, не в песнях, а именно в действиях твоих по отношению к Ему в своей жизни? Давайте будем молиться и будем приносить сегодня те финансы, которые Бог положил на сердце вам. Господь, мы сейчас молимся за нашу финансовую жизнь и просим тебя, Дух Святой, чтобы ты давал нам мудрости всегда относиться к тебе в своей жизни с почтением и подтверждать делами свою веру, почитать тебя теми материальными благами, которыми ты сегодня нас наделяешь, как детей своих. И я молюсь тебе сейчас о том, Дух Святой, чтобы ты дал мудрости каждому здесь, на этом месте, осознавать тот факт, что все, что сегодня мы имеем, это благодаря тебе. И мы приносим сегодня те приношения, которые есть у нас, та малая часть, которую мы сегодня приносим в твой дом. И я молюсь тебе сейчас, Господь, чтобы ты благословил и восполнил и приумножил доятелей в церкви во имя Иисуса Христа, чтобы каждый христианин на этом месте был щедр на добрые дела, на добрые поступки и на свои финансы по отношению к тем, кто его окружает. Молимся тебе, Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь. Молимся тебе, Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Отец, во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Благодарим Тебя, славим Тебя за то, что Ты всегда за нас. За то, что Ты действуешь Духом Своим святым. И ведешь нас по этому жизненному пути. Держа за правую руку, Ты никогда не оставляешь нас. Ты всегда действуешь даже тогда, когда мы не замечаем этого. Ты действуешь в нашей жизни, поднимая нас, благословляя нас, созидая нашу жизнь. И мы благодарим Тебя за это, наш Иисус. Спасибо Тебе! Ты великий! О, Иисус, Иисус! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь, за Твою любовь! Слава Тебе, Господь, за Твою любовь! Слава Тебе, Иисус, за Твою бесконечную любовь, которая изливается от престола благодати в наши сердца и приносит нам надежду. Благодарим Тебя за то, что Ты оставляешь 99 для того, чтобы найти нас. Ты ради каждого из нас умер. И даже если бы Ты жил один на этой земле, Иисус пришел и умер бы за Тебя, потому что Он любит Тебя. И Он доказывает эту любовь каждый день. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи, благослови это собрание. И действуй Духом Своим Святым в наших сердцах, принося нам откровения, для того, чтобы мы созидали на Нем свою жизнь и изменялись подобие Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты уже сделал, и за то, что Ты будешь делать. Но более всего мы благодарим Тебя за то, кем Ты являешься. Ты Бог Богов. И однажды Давид сказал, кто есть человек, кто есть человек, что Господь посещает его. Боже, Ты приподнял нас, Господи, над всем творением. И Ты дал нам такую честь и привилегию приходить к Тебе. И Ты открываешься нам. Открывайся нам сегодня через Слово Свое. Благодарим Тебя, Ислам, и весь народ да скажет Аминь. Слава Господу! Воздай, воздай Богу хвалу! Повернись своему соседу и скажи такую фразу, Ты все преодолеешь! Ты все преодолеешь! Ты все преодолеешь! А Ты ему ответь, кроме меня! Да, скажи, Ты все преодолеешь, кроме меня! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Спасибо нашей группе прославления. Сегодня немножко мы затягиваем, собрали много всяких событий. И слава Богу, я Вас приветствую любовью Христа. Хочу сказать пару объявлений. Кто заходит к нам в коридор и с левой стороны видит такой небольшой столик и там два листочка, на которых написано «Килограмм добра» и там смайлик такой улыбающийся. Это мы начали новое служение, которое так и называется «Килограмм добра». Что оно означает? Когда вы идете в церковь, если у вас есть на сердце, или когда вы заходите в магазин, лучше с этого начну, вы зашли в магазин покупать себе продукты. И вдруг вы вспомнили, что в церкви есть служение «Килограмм добра». И вы покупаете помимо одной пачки макарон, допустим, которая нужна вам, еще одну сверху. Помимо одного килограмма гречки, еще один килограмм гречки. Один оставляете у себя. Видите, как я подробно расписываю, да, чтобы, ну, как рекомендация. Один оставляете у себя, другой приносите и кладете на этот столик. У нас есть служители, вот Инна, да, где она у нас есть, она, да, вот, она взяла на себя эту ответственность. Да, да, похлопайте, не стесняйтесь, все, да. Она взяла на себя ответственность организовать это служение. Что будет происходить потом? Это потом не собирается и к пастору домой, друзья, нет. Все нормально у нас с женой, мы не нуждаемся. Это потом собирается, комплектуется в такие продуктовые пакеты, и мы имеем отношение с ветеранами города Сочи, где есть много людей нуждающихся, есть лежащие люди, которым нужна помощь. И мы вот такие пакеты собираем и отдаем этим людям. И также есть в церкви у нас нуждающиеся, и мы также будем помогать тем, кто есть в нашей церкви. Есть старшее поколение служений, мы тоже им будем помогать. Прежде мы будем помогать своим, естественно, а потом уже, что останется, будем распределять на город. Но я думаю, у нас много будет килограммов добра, потому что вы будете щедрые. Аминь? Да. Так что вы можете служить этим. Еще хочу сказать, что 6-го, так, 31-го у нас будет Владимир Арутюнов. Прошу, добро пожаловать. 6-го у нас будет такой знаменитый проповедник Сергей Гаврилов. 7-го, да, 7-го апреля. И нам повезло, вчера позвонил наш начальствующий епископ, 5-го мая он будет проповедовать в этой церкви. Наш начальствующий епископ Анатолий Эдуардович Гробовенко, 5-го мая. Но будет одно собрание, которое начнется в 9 утра, друзья. Он попросил, потому что у него самолет улетает, и мы сдвинем одно собрание, будет в 9 утра начало. Так что я говорю вам, приходите пораньше. Не будет мест. Вот почему? Потому что с мая месяца мы приняли решение с пасторами, что каждое причастие будут собираться здесь все церкви. И Дагомыс, и Кудепста. И мы будем вместе, как одно тело. Потом Краснодар тоже привлечем, не переживать. А куда они денутся-то, да? Вот. И мы будем, как одно тело, принимать причастие вместе. И вот с мая месяца мы уже начинаем эту практику. 5-го числа будет здесь епископ, да? Так символично он благословит нас. И мы будем каждый месяц, первую неделю, месяц, первые воскресенья месяца принимать причастие вместе. Аминь. Хорошо, вас дайте сами себе. Палу. Да. Друзья, мы продолжаем говорить на тему семья и брак. И вот гость приезжал, говорил, и я говорил, уже начал череду проповедей о семье и браке. Если вы помните последнюю мою проповедь, которую я говорил, смысл ее был в том, что мы должны пригласить в наши отношения в браке Господа. Потому что веревка, скрученная втрое, не скоро порвется. Я говорил о некоторых принципах брака. Друзья, некоторые рассуждают, когда же образовывается семья. Кто-то говорит, вот когда священник возложил руки на сочетающихся, вот тогда образовалась семья. Кто-то говорит, когда мы в ЗАГСе поставили роспись под теми документами, которые нам дали государственные структуры. Но я точно говорю, уверен в своем сердце, что семья образуется в тот момент, когда два человека, мужчина и женщина, обязательно, мужчина и женщина дают друг другу обещание участвовать во всех частях жизни друг друга. Именно в этот момент, вот оно назначение семьи. Я даю тебе обещание, моя жена, что я буду участвовать или принимать участие во всех частях твоей жизни, во всех сферах твоей жизни. И знаете, друзья, назначение брака – это совместно достигать Господа. И задача брака, она состоит в том, чтобы производить в нас глубокие внутренние изменения. Друзья, брак – это не место, где ты будешь получать. Брак – это место, где ты будешь получать. Чувствуете разницу? Ты будешь там получать. Вот. Но брак – это место, где ты в первую очередь будешь отдавать. Поэтому Бог сочетает мужчину и женщину с их разностями для того, чтобы женщина со своей разностью изменяла внутреннюю сущность мужчины. Понимаете? А если мужчина с мужчиной живут, они друг друга понимают. Пусть они никогда так не живут. Или женщина с женщиной. Но Бог так не предусмотрел. Поэтому мы говорим сегодня, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И никак по-другому. Мы, как церковь, по-другому не принимаем. Мир принимает, мы не принимаем. И пока я буду жив, мы не будем принимать. Аллилуйя, скажи аминь. Да. И слава Богу. Потому что, я объясняю, женщина, она не такая, как мужчина. И она именно своей разностью производит глубокие вот эти изменения внутри мужчины, которые уподобляют его в процессе этих изменений Иисусу Христу. Вот таким образом мы достигаем. Это не значит только вместе молиться или только вместе Библию читать. И люди думают, вот оно, достижение Бога, когда мы вместе молимся и когда мы вместе читаем Библию. Это да и аминь, это хорошо. Но мы достигаем Бога не через это. Мы достигаем Бога через наши изменения, которые происходят внутри нас, друзья. Поэтому, я говорю, Бог будет судить каждого по плодам, а не по дарам. И Он дал нам в помощь мужчинам-женщину, женщинам-мужчину. И поэтому, когда мы живем вместе и тремся друг об друга, мы шлифуемся, мы становимся лучше, мы начинаем уподобляться Иисусу Христу. И в этом есть план Божий и замысел Божий в отношении семьи. Скажи аминь. Я что-то смотрю, вас не очень это радует. Вы-то думали, что вы будете там получать, приобретать, что вот вы создадите семью, и муж будет обеспечивать свою жену финансами, и шубы дарить, и колечки дарить. Это да, нужно. Но не в этом заключается смысл божественный. А муж думает, ну все, как только женюсь, она начнет стирать, готовить. Ну, правда, так и происходит. Посмотришь, был худой, бегал до свадьбы. Потом смотришь, такой уже, ну, упитанный телец. Видно, что они сам себе готовят. Заметно? Аллилуйя, слава Богу. Это тоже да, аминь. Но мы должны служить друг другу в браке, друзья. Служить друг другу в браке теми дарами, которые Господь нам дал. И сегодня мы поговорим о мужчинах. Сегодня проповедь называется «Разговор с мужчинами». Аллилуйя. Давайте поприветствуем наших зрителей. И с ними уже надо прощаться, правда, но мы их поприветствуем в середине, скажем, добро пожаловать. И, друзья, вы знаете, я хочу сегодня постараться ответить на вопросы, кто же такой мужчина. Потому что я убежден и не ошибусь, если скажу так, что у каждого свое представление о мужчинах. Особенно это представление разнится у женщин и мужчин, а еще более особенно у мужа и жены. Потому что таким, каким представляет себе жена мужа, с этим не всегда согласен сам муж. И наоборот, когда муж представляет, какой должна быть жена, это тоже. Она тоже говорит «Извини меня, я не всегда с этим согласна». Потому что в последний раз, когда я проповедовал о семье, люди подходили, они говорили какие-то откровения. Кто-то подошел, сказал «Пастор, я получил все ответы, которые были внутри меня, но единственное, жаль, что не было моей жены». Вот так хотелось бы, чтобы она здесь была, чтобы она услышала то, что вы говорили. Я говорю «Забудь, забудь об этой части и слушай для себя». Ты не слушай, что надо жене, ты слушай, что нужно тебе. Потому что мы разные, мы по-разному воспринимаем. И сегодня, когда я буду говорить мужчинам, это не значит, что женщины придут домой и скажут «Вот, слышал?» Ты теперь слышал, что пастор-то говорил? Ты теперь понимаешь, что тебе нужно делать? Я буду говорить сегодня к мужчинам, чтобы мужчины взяли это слово и стали исполнять его в своей жизни. А женщины в этот момент могут пойти попить кофе, да? Нет, я не так скажу. А женщины в этот момент, они слышали и сказали «Да, трудно нашим мужчинам, оказывается, все это исполнить». И они сочувствовали им, как мужчинам трудно исполнить свои обязанности. И проникались желанием помогать своим мужчинам. А не упрекать их этими словами, как это бывает, взять это слово и потом, как извините за это, сленг по мордасам лупить этим словом. Потому что, когда читают Библию, муж читает, что нужно жене делать, а жена читает, что нужно мужу делать. И вот они этим словом меча, у них, правда, шпаги уже не меча, и вот они соревнуются, а ты должен это, раз, укол. Она, нет, нет, я парирую, а ты вот это, раз, укол. И вот они бьют друг друга. Так не должно быть. Мы должны читать, мужчина должен читать для себя, жена должна читать для себя. И в этом мы должны укрепляться. Кто же такой мужчина? Я помню, как мы в детстве смотрели фильмы про индейцев и потом бегали по двору с перьями, с луками, с томогавками, хотели быть похожими на этих индейцев. Кто-то был Виниту, кто-то был Чинганчгук, большой змей. Забегая вперед, скажу, что некоторые так и остались индейцами до сих пор. И до сих пор бегают с перьями и томогавками. Потому что мы хотели быть похожи на этих сильных мужчин. А потом вышли на экран такие фильмы, как «Пираты 20 века» или «Человек с бульваров Капуцинов». Вау, мы ходили и смотрели за каждым их движением. Ну а дальше больше. Дальше на просторы нашего государства хлынули фильмы с такими актерами, как Джан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, Сильвестр Сталлони, Брюс Ли и другие. И вот тогда было раздолье. Каждый из нас, он хотел походить на кого-то. Кто-то растяжки делал и хотел сесть на шпагат, как Джан-Клод Ван Дамм. Кто-то сразу пошел качаться. Грудь себе хотел раскачать, грудную мышцу, как у Арнольда Шварценеггера. Было такое засилье, прям образа мужчины. И каждый хотел вот именно быть похожим на своего героя. Почему? Потому что мы не знали, каким должен быть мужчина. И нам казалось, что вот именно эти киногерои, они и дают нам настоящий образ мужчины. И мы хотели походить на этих мужчин, думая, что вот он, настоящий образ. Друзья, но мы, верующие в Бога, должны с вами мыслить по-другому. Мы должны понимать, что Господь создал человека. И Господь создал мужчину, и он лучше всех знает, каким он должен быть. Аминь. И помимо этого, Господь явил Христа в образе мужчины. Христос пришел как мужчина. Он не пришел как мужчина и женщина. Он пришел как мужчина. И сегодня мужчины имеют перед глазами образ настоящего мужчины, который сосредоточен или сконцентрирован в Иисусе Христе. И если ты, мужчина, сегодня хочешь быть настоящим мужчином, подражай Иисусу Христу. Аминь. Сказали женщины, мужчины промолчали. Халилюя. И я хочу сказать, сделать такое заявление, что настоящий мужчина – это тот, кто всегда с Богом. Настоящий мужчина, я повторю для вас, это тот, кто всегда с Богом. Но нам надо с вами поговорить о мужчине в семье. И когда мы смотрим на семью, мы видим, что у мужчины есть разные роли в семье. Первое – это сын. Мужчина рождается сыном. Второе – это может быть брат. Третье – это может быть муж и отец. Интересно, что ты можешь быть не братом, ты можешь не стать мужем, можешь не стать отцом, но вот сыном ты всегда будешь. Все начинается с сыновства. Интересно. И в христианстве тоже все начинается с сыновства. Как человек понимает сыновство, так он и потом принимает Бога. Здесь тоже то самое. В семье все начинается с сыновства. И каким должен быть сын, брат, муж, мы можем посмотреть в притче, которую рассказал Иисус Христос о блудном сыне. Она находится в Евангелии от Луки, в 15 главе. Конечно, в Библии много мест писаний, где мы можем увидеть характера сына, брата, отца, где мы можем для себя что-то подчеркнуть, для того, чтобы так поступать, как этого хочет Бог от этих ролей, которые мужчины исполняют в своей жизни. Но вот здесь, в этой притче, эти три роли, они взаимодействуют друг с другом. И мы можем увидеть вот это взаимодействие. В этой притче мы видим отца со своей расточительной любовью. Мы видим, как отец, он отдал своим сыновьям все, даже не оставив ничего себе. Если вы читаете внимательно притчу, то при начале притчи сказано, разделил имущество между сыновьями. Он остался без всего, без имущества. Это некоторые думают, что когда младший сын вернулся, отец взял тельца из своего имущества. Нет, друзья, он взял теленка из имущества старшего брата. Поэтому старший брат так отреагировал. Потому что та часть, которая была у отца, она стала принадлежать, одна часть младшему брату, а вторая часть старшему брату. Поэтому он так отреагировал. И вот отец, он так любил своих сыновей, что он раздал свое имущество. Любовь его подтолкнула к тому, что он ничего себе не оставил. И вот главная обязанность отцов, друзья, это прославиться в своих детях. Некоторые думают, как это? А это так воспитать своих детей, чтобы они жили в этом мире. И все говорили, да, мы знаем, кто у него отец. Помните, как в Библии? Иисус, сын Давидов, указывает на отца. И там рождают отцы, а не матери. И вот задача отца – воспитать своих детей так, чтобы они жили, прославляя его имя. Дальше мы видим сыновей в этой притче. Мы видим младшего сына, который перестает перед нами со своей расточительностью к имуществу. И также старшего сына, который находится в своей безупречности и самоправедности. И вот главная задача сыновей, как мы должны воспитывать сыновей, это любить своего отца, поступать так, как отец их учит, чтобы прославить его имя. Посмотрите, что сам говорит Иисус. По первому поводу, когда я говорил про отца, Иисус говорит так, Иоанна 14, 13, Он говорит, и если чего попросите у отца во имя Мое, то сделаю, да прославится отец сыне. Для чего, говорит, я сделаю? Для того, чтобы отец прославился во Мне. А по поводу сыновей, Он сказал в 14 главе, в 31 стихе, следующее. Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедовал о Мне отец, так и творю. Он опять говорит, я творю и делаю поступки. Для чего? Чтобы мир знал, что я люблю отца. Он прославляет отца. И есть братья, младшие и старшие братья. Главная обязанность братьев – это любить и заботиться друг о друге, друзья. 1 Иоанна 3, 14 нам говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Мы должны любить братьев, не только физических, но и духовных братьев – это наша главная обязанность. И вот главная обязанность есть еще старшего брата. Главная обязанность старшего брата заключается в том, чтобы хранить семью целостной. Почему в этой притче мы видим, что когда ушел брат младший, старший брат не пошел вслед за ним. Он не возвратил, не возвратил младшего брата к своему отцу. Он не пришел в этот свинарник, не обнял своего брата и не сказал, пойдем к отцу, отец ждет тебя. Это было по традиции, мы не знаем немного традиций, но по традиции Израиля именно задача старших братьев заключалась в том, чтобы хранить целостность семьи и не позволить другим сыновьям или дочерям покинуть семью раньше времени. А если они покинули, возвратить их обратно в семью. Вот старший брат в притче, он не исполнил свои обязанности, он не справился с ними. Но знаете, я хочу сказать вам хорошую новость, что у нас есть хороший старший брат, который является Иисус Христос, который ценой не только своего имущества, с которым не мог расстаться старший брат в этой притче, а ценой своей жизни оставил дом небесный, спустился на эту землю и нашел нас, братьев, потерянных порой у свиного корыта, взял и возвратил нас в дом Божий. Вот задача старшего брата. И мы также, друзья, должны действовать в церкви, когда мы являемся старшими братьями. Это не ходить важно, напыщенно. Здесь в церкви говорить, я много уже знаю. А мы должны следить за целостностью семьи, которая является церковь Божия. И если наши братья уходят от отца, нам стоит пойти вслед их и возвратить их в дом Божий. Это задача старших сыновей. Аллилуйя! Аллилуйя! Воздайте Богу хвалу! И я возвращусь к той мысли и скажу еще раз. Если ты не стал хорошим сыном, ты никогда не станешь хорошим отцом. Невозможно стать отцом, хорошим тем более отцом, не став хорошим сыном. Мы видим, этот принцип проявляется в Иисусе Христе. Когда Иисус Христос на этой земле, что сделал? Показал, какой он хороший сын. Он исполнил все, что сказал отец. Тем самым, показав, что я хороший сын. И отец его превознес, превыше всего, покорив ему сегодня все. Поэтому мы должны стать хорошими сыновьями или дочерьми. Ну, с женщинами мы потом поговорим. Это не только касается физического плана. Хотя, прежде всего, и это касается физического плана. Если вы являетесь мужчиной, если вы являетесь сыном чьего-то отца или чьей-то матери, сегодня в вашем сердце живет обида, я вам скажу, оставьте эту обиду, бегите к ним, падайте в ноги и любите своих родителей. И почитайте своих родителей, просите у них извинений, не ждите, пока они у вас попросят извинений. Вот меня воспитывали в суровости. Да тебя по-другому нельзя было воспитывать. Ты не знаешь это. Иди сегодня скажи спасибо своему отцу, ибо тогда, когда он умрет, у тебя не будет такой возможности. Я бы сегодня хотел это сделать, но у меня нет такой возможности. Слава Богу, что есть мама, которой я постоянно говорю о своей любви. Я постоянно, когда ей звоню, я говорю, мама, я тебя люблю, я тебя обнимаю, я тебя целую, ты у меня самый лучший. Мама, ты сейчас нас смотришь, ты у меня самый лучший. Аллилуйя. Потому что, когда их не станет, ты захочешь это сказать, но не будет уже никакой возможности. Стань хорошим сыном. Стань хорошим сыном. И тогда ты станешь хорошим отцом. И тогда ты поймешь, что такое отцовство. И тогда ты в нем сможешь реализоваться. Знаете, каждый из этих тем, сыновство, отцовство, и о братьях можно говорить очень много, они очень большие. Здесь можно столько много говорить. Истин, которые дает нам Иисус Христос. Но мы оставим эти темы, потому что я о них более подробно поговорю на мужских собраниях. Сегодня хотел бы я поговорить о другой роли мужчины. О мужчине, как о муже. Интересное замечание заметил. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Знаете, пока мужчина не станет мужем, он никогда не станет отцом. Ты не сможешь физически стать отцом, если ты не станешь мужем. А для того, чтобы стать мужем хорошим, ты должен знать, что хочет твоя жена. Потому что роль мужа, она напрямую связана с женой. Нельзя мужем быть без жены. Вы согласны со мной? Согласны. И для того, чтобы быть хорошим мужем, твоя жена должна улыбаться и быть счастливой. Сегодня нельзя подойти к мужчине, или это будет неэффективно, подойти к мужчине и спросить, ты хороший муж? Где твой Игорь? Игорь, ты хороший муж? Видите, он кивает головой. А чтобы ты узнал, надо подойти и сказать, Альбина, он хороший муж? И тогда ты узнаешь всю истину. Конечно, Игорь не согласится с тем, что скажет Альбина. Но правда будет в ее устах. В ее устах будет правда, да. Правда о том, какие мы мужья, братья. Послушайте меня. Правда о том, какие мы мужья в устах наших жен. Что-то как-то братья не очень обидят, говорят. Пастор, я сделаю так, чтобы моя жена до тебя не дошла. Что бы ты не узнал. Мы порой обижаемся, что говорят о нас жены. Мы порой начинаем им противиться и говорят, ну у тебя неправда, ты вообще неправду говоришь обо мне. Да ты меня вообще не знаешь. Поверь, как знает тебя твоя жена, так тебя никто не знает, даже твой пастор. Да. Поэтому, дорогой мужчина, если ты хочешь состояться в роли мужа, тебе надо очень тесно взаимодействовать со своей женой. И я сегодня открою семь величайших потребностей наших жен. Я прям так и назвал. Семь величайших потребностей наших жен. Дорогие мужья, если вы исполните или постараетесь исполнить, это очень объемный список, трудный. Но если вы постараетесь исполнить этот список, этих семь величайших потребностей, я гарантирую вам, ваша жена будет улыбаться, а у вас настанет тихая и безмятежная жизнь. Кто-то говорит, а у меня и так тихая и безмятежная жизнь. Хорошо, давайте начнем по порядку. Первая потребность нашей жены, самая первая, это любовь, друзья. Братья, любовь. Потому что Слово Божие говорит, мужья, любите своих жен. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А как Христос возлюбил церковь? Давайте попрощаемся, скажем, до свидания. Не успели начать. Уже скажем им до свидания. Всем, кто нас смотрел. И скажем, смотрите нас в соцсетях.